Глава ВТБ Глава ВТБ украл у бюджета нашей страны Оказывается, это легко украсть Украл у бюджета нашей страны миллиард долларов для того, чтобы содержать свою любовницу Где мы живем? В какой стране мы живем? И что происходит? Это невероятно Но это красиво, конечно Миллиард долларов То есть любовница у него теперь миллиардер Помимо всего того, что она имеет виллы, машины Ну и всякое роскошество Она еще и миллиардер долларовый Вот так он ее любит Не просто любит, а он свое семя посеял И это семя он обеспечивает А таких девушек, которых он семенами своими обеспечил Оказывается, много Не одна эта девушка, о которой идет речь Но те победнее чуток Это, так скажем, держит его за одно место И за воротничок, чтобы он слушался и был у нее в руках Но когда папики стареют То поведение их, конечно, становится неадекватным С другой стороны, для девушек это выход из положения Но в нашей нищей стране Да не только в нашей, я вам хочу сказать Поезжайте в любую другую европейскую страну Если вам предложат миллиард долларов Но вы, наверное, будете спать с любым старикашкой Как вот этот вот самый человек О котором я вам сейчас хочу рассказать Конечно, и смешно, и грустно И противно Противно от того, что наше государство Это просто получается, как какая-то помойка Где нет ни закона Где нет вообще никаких принципов устоев общества Есть только грабеж Кто прорвался высоко, тот и может грабить Причем совершенно спокойно И никого нигде никто не сажает Если вас посадили за какую-нибудь там кражу в магазине Ну, значит, вы совсем бедный человек А если вы богатый человек То вы можете красть миллиардами И ничего с вами не будет Потому что у вас миллиарды Чем богаче, тем меньше человек может подлежать закону То есть судебному разбирательству над ним Потому что судьи здесь уже не властны Когда человек очень богат То судьи ничего не могут сделать Они Но если судебная система у нас Это тоже частная лавочка То о чем мы с вами говорим О любой частной лавочке Можно закрыть рот Она частная для самых богатых А для вас Это государственная система То есть она работает уже Как государственный механизм Беспрекословно Которому необходимо подчиняться Итак А и так я вас познакомлю С одним очень интересным материалом О папике О таком, знаете, очень-очень щедром папике Который снабжает своих любовниц Долларами, миллионами, миллиардами Ах, какой прекрасный папик Ну что же, давайте посмотрим Глава ВТБ украл из бюджета Миллиард долларов Чтобы потратить его на любовницу В ходе проведения Международного экономического форума 2018 год Который проходит сейчас В Санкт-Петербурге Стало известно о том, что Банка ВТБ продал Зятю Лаврова Александру Винокурову Пакет акций в сети Магнит И сам же за нее заплатил СМИ увидели в сделке Признаки отмывания Главой банка Миллиарда долларов Из федерального бюджета Рыночная стоимость пакета акций Составляет 62,5 миллиарда рублей Однако Винокуров Которого, кстати, называют Одним из главных рейдеров России Вот так, знаете Начиная считать и понимая Что Лавров, министр иностранных дел И главный рейдер России Это одна семья Но и одна семья, я так понимаю Тоже с тем самым Главой банка ВТБ Который тоже отмывает Через него же Миллиард долларов То есть это вам не просто денежки Это миллиард долларов Конечно, он обязательно отстегнет Так вот, Винокуров получил магнит В собственность не просто Совершенно бесплатно За него покупатели еще и заплатили Видите? Заплатили ему за то, чтобы он взял это в собственность А заплатил, как пишет Роспресс Сам продавец банка ВТБ Из источника следует, что глава банка ВТБ Костин вывел из своего финучреждения Один миллиард долларов И передал их Винокурову Таким образом, из госбюджета Напомним, банк ВТБ Является государственным банком И из этого банка был украден Миллиард долларов Который Костин и Винокуров Разделили между собой Как пишет телеграм-канал Футляр от Велончели Личную долю, полученную Благодаря описанной выше махинации Глава ВТБ Костин Потратил на свою любовницу Известную телеведущую Наилю Аскер Заде Он, по данным автора Поста в телеграме Подарил девушке квартиру В центре Москвы Площадью 228 квадратных метров Стоимостью 250 миллионов рублей А также Личное поместье в Жуковке Площадь 920 квадратных метров Стоимостью 620 миллионов рублей И BMW одной марки BMW другой марки Потом BMW третьей марки И прочее По данным Роспресс Общая стоимость подарков Преподнесенных на Иле Костиным Превышает миллиард Все имущество дарилось Либо через доверенных лиц банкира Либо через офшоры Получается так, что Как раз Костин Сделал наилю Аскер Заде Женщиной-миллиардером Молодец папик Папик молодец Он старенький А она молодая Ей всю жизнь еще жить То есть она правильно Все сделала для себя Можно, конечно, по-разному Осуждать эту девушку Женщину, как хотите Но она все сделала правильно Она из папика вытащила По максимуму А папик вытаскивает Из государства Вы понимаете Какой абсурд творится В нашем государстве Чем мы живем, друзья И мы не то, что не говорим об этом Мы об этом не знаем А узнаем, когда готовится Слить тот или иной фрукт Который возглавляют наши банки Или наши какие-то Большие ресурсные объекты Или государственного чиновника Вот только тогда мы понимаем Что человека сливают И рассказывают о нем Уже ту информацию Которую мы никак не можем знать Потому что это личные сделки Видите Между зятем Лаврова И самим Костиным Главой банка ВТБ Такая вот сделка Личного характера Сделка Где, конечно Обогатились оба При той системе Силовой системе Которая является Вот силовым таким аппаратом И который буквально съедает весь народ Он народ держит вот в таком кулаке То папики Богатые папики Которые уже Они вышли на рубеже 90-х годов И поднимались они на плечах ФСБ Ну в частности Костин И на плечах ГРУ То есть это все военные Ведомства Которые поднимали своих Для чего? А чтобы самим тоже То есть они ставили Одного такого Потанина, скажем Да Привели Поставили его на Норильский никель Силы поставили На Норильский никель И потом они имели оттуда Тоже свои средства Которые естественно Потанин будет им отчислять Все правильно Но это Понимаете Получается Предательство вообще страны Но кто об этом думает? Об этом никто не стал думать Когда нужно было Грабить всю страну Народ просто запугивали И народ верит В каких-то Хороших правителей В каких-то Хороших чиновников Вот вы знаете Ну конечно Возможно Это Наивность народа Возможно Это Совершенная такая Тупость народная К которой привели Вот эти всякие Пьянки Гулянки По молодости Когда дети Вот этих вот самых Чаек Костиных И других Берут себе Дела в руки То в это время Наша Русская молодежь Которой мы так гордимся Она идет Пьет и гуляет Она не думает О том Как она будет жить А ей пофиг Вся жизнь Проходит мимо Но ей пофиг У нее Сексуальные позывы Больше ничто Ну а сексуальные позывы Это конечно Дело приходящее Но пришло Ушло Пришло Ушло И молодые парни Уже в 30 с чем-то лет Импотенты И об этом тоже Никто не говорит Ну вот я вам хочу Дальше Скажем Немножко еще раз Познакомить вас Что Андрей Костин Сделал на Илю Аскерзаде Женщиной Миллиардером А вот другая Светская дама Бывшая сожительница Костина Оксана Лаврентьева Искренне Ненавидит Телеведущую Государственного Канала Россия На Илю Аскерзаде Ну вот эта вот Оксана Она конечно Родила сына Тоже для Костина И понятно Что он будет Обеспечивать Я вот только думаю У Костина Жена Жена конечно Может быть Помоложе его Но все таки Уже не молодая женщина У Костина Есть первая семья И вот как им Понимаете Родители даже Не думают Как воспринимает Сын Его сын Вот эти вот Скандалы Эти помойки В которых Обращается Их отец Может быть Это считается Нормой И тогда конечно Ну всем пофиг Может быть Жена Костина Тоже Никак не реагирует Хотя я сомневаюсь Это конечно Очень больно То есть психологически И морально Это больно Когда вот так Муж гуляет И об этом Узнает вся страна И о том Как он обеспечивает Своих любовниц И что у каждой Любовницы Есть по ребенку Костин Костин женат На своей ровеснице Натальей Гордеевой Что не мешало Лаврентьевой Родить ему Сына Егора Фотографии Мальчика С папой Глава пресс-службы ВТБ Вадим Суховертов За немыслимые деньги Годами Вычищал Из рунета То есть Они Живут Вот такой Двойной Тройной Своей жизнью Но чтобы никто Не узнал Они платят Громадные деньги Чтобы вычистить Из интернета Все эти фотографии Чтобы Ну якобы До кого-то не дошло Да до кого Жена-то уж Наверняка Все знает Конечно Жалко жену Но что сделать Это такая жизнь Андрей Костин Подарил маме Егора Астон Мартин Мерседес Бенц Потом еще что-то Понимаете И это вот Огромно Еще и Мерседес И какой-то 195-метровую Квартиру В Кунцево Лаврентьева Выехала В особняк На Рублевке На нее Как из рога Изобилия Посыпались Умопомрачительные Контракты От ювелирного Дома Космос Золото И косметического Бренда Ну вы видите Да То есть Там-то тоже Все Нос по ветру Держат То есть Если девушка Вошла в фавору Ее конечно Все уже знают Знают все Знают все Но из интернета Нужно это Зачем-то Вычищать И потом Еще начались У нее съемки В клипах Димы Билана Валерия Меладзе Валерии Валерия это певица А потом еще В роли В сериале Она Клуб И Маргоша Там тоже Снималась А самым ценным Подарком Костина Лаврентьевой Подорвавшим Финансовые показатели Убыточного банка ВТБ Стала компания Русмода Куда Трудоустроили Сразу Несколько Сот Человек То есть Для нее И под нее Открыл он Компанию Для своей Любовницы Которая Родила ему Сына То есть Он ее Сделал Богатой Женщиной Сразу Это такой Подарок Она ему Сына Он ей Другие Подарки Которые Конечно Не каждая Любовница Получает Не каждая А ведь Каждая Хотела бы И мечтала бы О таком Папике Ну такую Мораль В нас Воспитали Мораль Советской Женщины Девушки Вот такая Вот Найти себе Богатого Папика И с ним Ну что называется Да не все ли Равно с кем Даже он Если старый Пузатый Ничего не могущий Но это все равно Покрывает Все те Морально Психологические Неприятности Покрывается За счет Огромных денег Огромного Вливания В этих девушек Денег И вот таким образом Рождаются Безголосые Певички Ненужные Никому Актрисы Они вот Бабочки На час Сегодня Костин Живет Он вкачивает В свою любовницу Деньги И таким образом Она певица Она актриса Кто угодно И вот такой мусор У нас повсюду Ну и вот конечно За такого папика Надо подраться То есть Появляется Новая любовница У этого папика Ему мало того Что у него есть Молоденькие девчонки Которые уже Родили ему детей Так он еще И дальше Он дальше И дальше То есть понимаете Здесь у человека Происходит Такой вот Срыв Что называется В голове И он уже не понимает Что он творит То есть он не понимает Зачем он это делает И что для него Несет Вот это самое Ну Нарожает он этих детей Вероятно Для него это Самоудовлетворение И скажем Позиция в жизни Такая что он Наплодил много детей И для него Это радость Поэтому Вот его Новая любовница Наиля Вагиф Кызы Аскерзаде Вытеснила Оксану Лаврентьеву Ее сына И несколько Младших любовниц Из жизни Андрея Костина Зрелый мужчина Стал жить С юной Наилей Который представил Сотрудником Как свою помощницу И Также Ей тут же Сразу Подарил Квартиру Которая Которая Собственно говоря Была Значила Завбанком ВТБ То есть Это их Собственная площадь Это их квартиры Но он перевел Эту квартиру На свой Обшор И подарил Вот своей Новой Юной Любовнице Прекрасная Квартира Второй Вражеский Перелог А площадь Квартиры 327 Квадратных Метров Ну и потом Он ей еще Подарил Еще квартиры Которых я Ранее Сказала Одна Квартира Вторая Там особняк На Рублевке И там По 5 машин Несколько Сразу Машин БФ Но это Это конечно Наверное Наверное Это оправдано Знаете Когда тебе Любовница Дарит сына Это оправдано И мы Все с этим Согласимся Ах Как это Хорошо Ах Как это Замечательно Только мы Должны понимать Что это наши С вами Деньги Им подарили Потому что Костин Не бросил Всех других Своих любовниц Он стал продолжать Так же И со всеми Другими Любовницами То есть У него Ну это Как в гареме А вы говорите Что там Многоженство Многоженство Это плохо Да нет Вот Костин Нам показал Насколько Это хорошо То самое Многоженство И Ну вот я говорю Все бы было Хорошо Если бы он За свои деньги Их обеспечивал Но он обеспечивает Это За наши С вами Деньги Он берет У Старух Стариков Это не важно Это мусор Старики И старухи Он берет У детей Для него И чужие дети Это тоже Мусор Он берет Это у людей Которые Молодежь И которым Шагать по жизни И не У них в руках Ничего У них нет Финансовой подушки Зато Миллиарды долларов Он вкачивает Своих любовниц Потому что Там его дети И его дети Будут смело Шагать по жизни С миллиардами долларов А ваши дети И вы Молодежь Останетесь Без ничего Почему Да потому что Костин так решил Потому что Он ставленник ФСБ Был в свое время Его ФСБшники В 90-х годах Поставили На это место Такие места Просто Не занимаются И он крепко Сидел На этом месте За счет Кстати Своей жены Изначально Он туда сел А потом А потом Он ей поставил Скажем Дулю К носу И завел Кучу Кучу Молодых Девчонок С которыми С которыми Просто стал Откровенно Открыто Сожительствовать Но зачем Это почему-то Из интернета Он платит Большие деньги Чтобы убирать Фото Которые На вечеринках Его Снимают С ними Зачем Ну наверное Для того Чтобы Его Не сняли Для того Чтобы Где-то На вид Не поставили Однако В своих Кругах Это ведь Все известно И все известно Что Будет он Дальше Главой ВТБ Или не будет И вот эти Разговоры Дошли до него Естественно У банка ВТБ Есть Прекрасная Своя Разведка Которая Доносит Такие Сведения И раз Он получил Такие Сведения Он решил Побольше Вывести Поэтому Он вывел Квартиру Банка ВТБ Он вывел Миллиард Долларов А вы хотите Сказать Что с него Это Обратно Вернут Да никто Не будет Они все Одним Миром Мазаны Они все Мазаны Они все Помазанники Божьи Поэтому с него Никто не снимет Этих денег Как бы Кому то Не хотелось Потому что Он Ставленник ФСБ Но неужели ФСБ Пойдет Сегодня Против него Не пойдет Даст Какой-то Откупной И все На этом Он Ограничится Почему Выходят Такие Компроматы В жизнь Почему Вдруг Мы Начинаем Узнавать И мы Начинаем Злиться Бесполезно Злиться Узнаем Узнаем Мы Узнаем Потому Что Костина Запланировали Снять С его Места А на его Место Поставить Игоря Шувалова Ведь Игорь Шувалов Лишился Прекрасного Места В правительстве Но Кто же Его Будет Обижать Его Никто Не будет Обижать Игорь Шувалов Нужный Человек Он Его Не могут Обидеть Его просто Не могут Обидеть Потому Что У Него Ведь Тоже Своя Структура И Таких Как Игорь Шувалов Не Обижают Ему Дали Хороший Кусок Пирога В рот И Он Будет Так же Сидеть И Так же Будет Брать Те же Самые Деньги Но Ведь Костин Тому Пример Поэтому Именно Поэтому Никто Костина Не Призовет К ответственности Никто Костина Не Заберет Деньги Жизнь Такова Каковы Мы С вами И Если Мы С вами Боимся Говорить Об этом Если Мы С вами Действительно Запуганы Потому Что Целовая Машина Работает Только Для Низов Она Не Работает Для Верхов Ведь Аксиома Жизни Наша Такова Чем Богаче Тем Меньше Ответственности Стань Очень Богатым И Ты Просто Лишишься Всякой Ответственности За Любые Свои Деяния Я Таня Карацуба Сиит Бурхан Ставьте Лайки Мои Друзья Потому Что Ютуб Принял Такую Политику Стал Списывать Количество Просмотров Об этом Говорил Сначала Камикадзе Но У него Очень Большие Скажем Просмотры У меня Не так Много Просмотров Однако Ютуб Это Ведь Только Тоже На русском Ютубе Возможно Когда У тебя Списывают Твои Просмотры А соответственно И списывают Деньги За Показ Рекламы На твоих Роликах Это Только Возможно В русском Ютубе Больше Этого Нигде Невозможно Я То Ведь Ютубер Русский Поэтому У меня Тоже Так же Списывают И пока Наши жалобы Бесполезные Только Одно Можно Сделать Надеяться На самих Себя И на друзей Которые Просто будут Ставить Лайки Но И это Не спасет От Мошенничества В Ютубе Которое Я уже Обнаружила И очень Хорошо Посчитала Как Работают Мошенники Операторы Мошенники Русского Ютуба Как они Работают Ладно Бог с ними Я Таня Карацуба Сеидбурхан Буду Рассказывать Вам Следующие Новости Сеидбурхан